Итоги 12-го игрового дня на Кубке Азии и таблице ассистентов. Начинаем наш обзор с группы Си. В первом матче сошлись команды, которые досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Южная Корея пыталась обыграть Китай, чтобы выйти из группы с первого места, и ей это удалось. В этой игре забили футболисты, у которых есть уже голы на турнире, но особо выделил корейца Сон Хин Мина из Туттенхэма, который сделал голевую передачу. Всего его сборная не проигрывает 11 своих встреч подряд. Последнее свидание этих команд прошло год назад. Тогда на Кубке Восточной Азии в группе они сыграли 2-2. Кыргызстан выиграл у Филиппин. Эти две игры похожи, ведь после 52-го минуты в обоих поединках стал счет 2-0 и все было ясно. И в той, и в другой игре у победителей было явное преимущество по ходу матча. За Кыргызстан все три мяча провел Виталий Люкс из немецкого клуба Ульм. В 2016 году в товарищском матче победили Филиппины 1-0. На данный момент эта сборная проиграла свой шестой матч к ряду. Таблица. Республика Корея сыграла три тура и во всех не пропустила ни одного гола. Стабильность – признак мастерства. Эта сборная стала первой, набравшая 100% результат в группе 9 очков. У китайцев осталось 6 баллов. У киргизов становится 3 очка. Разница голов равна нулю. Таким сборным желательно побеждать крупнее, чтобы иметь положительную разницу голов, которая впоследствии позволит обойти других конкурентов. Про это еще поговорим. И у Филиппин очков нет, только солнечные. Это первая сборная, которая не набрала ни одного очка за групповой турнир. Группа D. Вьетнаму нужно было побеждать Йемен. И не просто побеждать, а делать это с разницей в 3 или более гола, чтобы иметь положительную разницу мячей. Перед игрой у них было минус 3. Как и предполагалось, Вьетнаму выиграть удалось. Но отрицательную разницу они не отыграли. Фактически это был матч за выживание, и Йемен не выжил, он вылетел. Йемен 5 своих предыдущих игр проиграл, причем все с сухим счетом. Иран, Ирак. Обе команды перед игрой имели беспроигрышной серии. У Ирака 6 игр, а вот Иран не уступал никому на протяжении 9 матчей. Обе сборные решили не портить преждевременно себе статистику и сыграли в ничью. Эти сборные в последний раз играли между собой 2 года назад. В товарищской игре Ирак был сильнее. Таблица этой группы Иран и Ирак в плей-офф. Ничья позволила Ирану остаться на первой строчке. Команда, так же как и Ордания и Южная Корея, еще не пропускала ворота на замке. Кстати, в воротах Ирана стоит Бейрон Вант из Персиполиса. Эта команда проиграла в Азиатской лиге чемпионов в прошлом сезоне в финале Южной... ой, японской Касиме. У Вьетнама становится 3 очка, а Йемен, как и Филиппин очков, не смог набрать и прощается с турниром. Расписание последнего дня в группах. В группе F. Япония, Узбекистан. Обе команды уже вышли. Небольшое преимущество у Японии. Я даю 55 на 45 в их пользу. Возможно будет ничья, а если японцы и победят, то сделают это, наверное, на классе. В матче Амана и Туркменистана, думаю, преимущество первой команды. Шансы 60 на 40. Саудовская Аравия победит, по моему мнению, Катар. Тут шансы 60 на 40. Я бы дал больше, но Катар удивил. И у Ливана шансы также выше, чем у Северной Кореи, которая выглядит какой-то разобранной. Пожалуйста, не обижайтесь, ведь это мнение человека, который ничего в футболе не смыслит. Вспоминаем всех участников плей-офф на данный момент. ООЭ, Таиланд, Бахрейн. Иордания, Австралия. Южная Корея, Китай. Иран, Ирак. Катар, Саудовская Аравия. Узбекистан и Япония. Среди третий команд наивысшие шансы. У Кыргызстана 3 очка. Разница голов равна нулю. Затем Вьетнам. 3 очка. Разница голов минус 1. И у Палестины всего 2 балла. И вот какую я вам скажу вещь. Кыргызстан вышел. Чтобы завтра выйти Ливану, им нужно выиграть с разницей в 4 мяча, а Аману в 2. Если победить Северная Корея или Туркменистан, то им нужно отыграть еще большую разницу голов. Минус 10 и минус 5. Это нереально. Ну и любая победа этих команд отсечет Палестину. Таблица ассистентов и Галеодоров. Кабдуле из Катара, у которого 5 мячей. Казмуну из Ирана и Шамуродову из Узбекистана, у которых по 3 гола присоединился Люкс из Кыргызстана. Среди ассистентов выделяются сразу 2 футболиста, у которых по 4 голевых паса. Это Акономидис из Австралии и Афиф из Катара. У 4 игроков по 2 голевые передачи. Рогич Австралия, Хао Цзюнь Минь, Китай, Аль Тамари и Ордания, Аль Биши, Саудовская Аравия. У остальных по 1 пасу. Если вы еще не устали, вот вам футбольный тест для разрядки. Не забудьте про лайки.